Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, привет всем! Я тут шуметь не буду, потому что мы находимся в школе, сейчас у Мелкого уже урок закончится, он на дополнительных занятиях. Наказан по писяка, Мелкий, наказан. Я-то в предыдущей серии у него, знаете, что в инвентаре нашёл? Два ножа, игрушка Пикачу, пистолет Макаров, не знаю откуда он его взял, и также рогатку. И на самом деле, я бы тебе сначала посоветовал посмотреть предыдущую серию, а потом вернуться сюда, Мелкий, короче, Наказан, никакого компуктера, никаких лошадок, никаких... А, вот, кстати, вот уже и звонок, сейчас он выйдет. Наказан, короче, это по писяка Мелкая, заколебал, вот, я не... Надо было прислушаться к подписчикам, которые писали мне примерно серии 15 назад, что, мол, Эдисон начнёт воспитывать нормально Мелкого, а я-то ему верю, я думал, что нормальный пацан растёт. Ну, до того момента, пока он не начал выбрасывать людей из окна, до этого он был нормальным. Он там выходит, не выходит? Звонок был уже минуту назад. Еды колотить, только не говорите, что это опять мелкий. Давайте я сделаю вид, что этого не было. Сейчас зайду повторно, и как будто мне это привиделось. Может, у меня галлюцинации, может, я мало сплю. Так, сейчас, повторно зайду, и вот, мелкий просто сидит за партой и учит уроки. Нет, мне не показалось. Мелкий! Паписяка! Подойди сюда! Подойди сюда! У меня, в принципе, наверное, один единственный вопрос. Ты как лошадь в школу притащил? Ага, уходишь от вопроса, от разговора, да? Ой, Ренат Гамбубекович, я даже не знаю, что вам сказать. Ну, наверное, вы всё сами понимаете, да? Всё, это отчисление! Ренат Гамбубекович, давайте мы не будем с вами поспешных выводов делать. Ваш мелкий исключён из школы! Мелкий! Подойди сюда! Подойди, подойди! Всё, достали, до свидания! Подождите вы со своими до свидания! Мелкий! Расскажи, как всё было! Ага, ну всё понятно. Короче, мелкий говорит, что вы ему незаслуженно двойку поставили. Вот он перевёл своего друга вот в школу, вот это, и начал сами здесь разборки устраивать. Ну, слушайте, ну действительно, если вы мелкому... Если вы мелкому просто так будете двойки ставить, то он ещё и не такой устроен. Ну почему ему двойку поставили? В смысле? Он разговаривать не умеет! Я ничего ему не ставил! Он врёт! Ну, если он разговаривать не умеет, это не значит, что он не может вот этими жестами показать то, что вы ему двойку поставили. Он тебе двойку поставил? Вы ему двойку поставили. Неправда. Угу, конечно, неправда. Ну всё, вот давайте вы тут не будете драться между собой, как бы взрослый, бородатый, седой человек. И мелкая пописяка. Всё, проваливайте отсюда, больше никаких дополнительных занятий для мелкого. Ну, да хватит бить учителя! С ума сош... Взрослые люди, взрослые люди! Мелкий, ты сейчас, ты сейчас опять кого-то из окна вытолкни! БОООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООО Пока нас с тобой вместе, как первого в истории батю и сына не посадили в тюрьму в одну камеру, пошли мы отсюда, свалим как можно скорее. Оставь здесь лошадку. Оставь лошадку. Да, да, пошли давай. Я вижу, ты большой любитель окон, да? Угу. И большой любитель людям ломать руки. Сначала мелкий в окно выпал. Потом бедного Андрюшку в окно вытолкнул. Сейчас Рената Гамбубековича. Ты же понимаешь, что тебя действительно сегодня отчислят. После такого, даже мое воспитание тебе не поможет. А, и сначала он руку сломал. Потом Андрюшке вот руку сломал, которого из окна вытолкнул. Сейчас ты, наверное, Ренату Гамбубековичу голову сломал. Или что-то другое, я не знаю. Ренат Гамбубекович! Э! 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 Это при... Прием, как слышно на той планете. Не... Э! Мелкий, он вообще на меня никак не реагирует. Там, походу, и сотрясение. И повреждение. Надо бы позвонить Лене Ветрянкиной. Ладно, сваливаем с места преступления, пока не поздно. Пошли. Ой, так. Ну, слушай, я тебе забронировал уже местечко. Мы с тобой завтра на автобусе отправляемся в детдом. Да. Угу, угу, угу. И, и, и даже... Людей из окна не надо выталкивать. Ни в кое дидо мне тебя отправлять не буду. Пошли. У нас и так сегодня много дел. А вот каких дел, я тебе сейчас все объясню и покажу. Я же в предыдущей серии... Ну, вот. Ну, 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 вот. Я столько раз сегодня говорю про предыдущую серию, не даю на нее ссылку. Вот она, вот. Нажми, если хочешь, и потом возвращайся сюда. Хватит ныть баба в этом, в костюме. А? Чё, нравится? Нравится тебе в костюме ходить? Больше ты в трусах не будешь ходить. Я-то в предыдущей серии Рикардо на работу нанял. Вы же помните то, что я устраивал вот это собеседование? И, как мы выяснили с Мелким, Рикардо самый лучший кандидат на работу. Только... То, что он перекрасит мое здание из белого в розовое, мы с ним вообще не договаривались. Ну, ладно. Рикардо как бы дизайнер. Ему, наверное, виднее. Нет. Ладно. Надеюсь, у него там хотя бы старт продаж прошёл нормально. Заходи внутрь. Заходи. Григорий Педалькин. Михалыч в трусах. Елена Ветрянкина в трусах. Рикардо, а мне вот эту розовенькую с Катей. С тебя 17 золотых монет, Михалыч. Мне тоже с Катюшей. Слушай, нет, я вижу, у него там всё вот это чики-пупки. Елена, 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 там в школе несчастное вот это совпадение... Я тебе говорю, там человеку плохо ты уходишь от разговора. Там в школе человек из окна случайно выпал. Там подсказнулся на чём-то. Спасти его надо, если он ещё жив, конечно. Да, ужас, ужас. Вот мы с мелким проходили мимо, увидели, как человек с окна летел. Не знаю почему. Ага, и ты мерч по писяка хочешь. Вот со школы пятёрку принесёшь, вот тогда и будет тебе мерч. Ну что, Рикардо, рассказывай. Как твои дела? Я вижу то, что посетители, в принципе, нормально. Только я не понял, почему они все в трусах были. Ну, поверх одежды. Это нормально? Это правило нашего магазина. Дресс-код. Я только им продаю одежду. Не-не-не, тебе что-то не нравится? Вот это мне не нравится. Давай мы уберём вот это правило. Ну, не надо только людям в трусах продавать вот эту одежду. Давай мы всем будем продавать одежду. Вот это правило убери из магазина. Я понимаю, что ты тут администратор, но давай лучше без этого. Слушай, Рикардо, сколько ты за сегодня заработал-то? Шестьдесят золотых монет? За сколько? За два дня? Да, могу, умею, работаю. Слушайте, у меня в данный момент два бизнеса. Мой ресторан и магазин одежды. И каждому из работников я плачу по одному стаку золотых монет в месяц. Они зарабатывают по одному стаку буквально за несколько дней. Это как же я сильно поднимусь за эти месяцы. Я потом себе и дачу на Мальдивах куплю, и гараж куплю, и десять машин куплю, и бассейн куплю, и мелкого наконец-то в детдом сдам самые элитные на районе. Да хватит ты, пошутил я, пошутил. Ой, слушай, это лучшая моя работа, мне нравится моя работа. Здесь очень просто найти общий язык с клиентами. Слушай, Рикардо, вот мне только лучше, что тебе нравится эта работа. Сиди, работай, хоть круглыми сутками работай. Слушай, если ты хочешь, ты можешь даже в субботу и воскресенье выходить на работу. Я вообще не против, работай, продавай мерч. Мы с тобой скоро замутим, по секрету скажу, скоро новая коллекция мерча выйдет. Вот мы с Рикардо ее забабахаем, поэтому там старт продаж будет лучше, чем у нового айфона. Вот, я тебе зуб даю. Вот, поэтому, Рикардо, хочешь, работай. Главное, чтобы каждый день ты хотя бы минимальную выручку получал с этого магаза, и будет все нормально. Хорошо, я только с радостью, мне денежки нужны, я буду работать, если ты не против. Весь этот магазин в твоих руках. Так, дорогой мой идюнчик, а вот это лишнее. Я не твой, и я не идюнчик. Пошли, пошли, мелкий, пошли. Не получишь ты мерч, пошли давай. Пошли давай, выходи, выходи, давай. Разрешите поинтересоваться. Мерч классный, пахнет печеньками. Я еще не успел даже спросить, ты уже на мой вопрос отвечаешь. Как вам мерч, рассказывайте. Как, вот, если нравится, вот это очень хорошо. Мерч просто бомба. А тебе, Михалыч, как? Классный мерч, нигде такой не видел. Пахнет арбузами. Очень тепленький, согреет зимой. Слушайте, столько много отзывов, я даже не ожидал. Кстати, подожди, подожди, вот некоторые из подписчиков, некоторые из подписчиков, думаю, до сих пор то, что вот этот мерч, это только выдумка в этом сезоне жизни ютубера. Ха-ха-ха-ха, нифига. Ссылка на мерч, кстати, есть в описании. Там 4 коллекции в реальной жизни. Ты можешь зайти там, посмотреть, там много всего интересного. Кстати, подожди. Вот, допустим, такая футболочка. По ссылочке в описании. Можешь её посмотреть. Ладно, спасибо вам огромное за отзывы. Мы с мелким пошли, нам ещё там надо один бизнес проверить. Вот это, Маргариту Степановну. Всё, удачи вам, носите с удовольствием. Тебе спасибо за мерч. А вам спасибо за его покупку. Ага, всё, давайте. Пошли, мелкие, пошли. Сейчас ещё к Маргаритке зайдём, посмотрим, сколько она заработала. Если здесь бизнес прёт, то мы уже даже больше не ютуберы, а бизнесмены. Давай, заходи. Хоть на ютуб тоже надо будет скоро ролик записать. Середина ночи. В ресторане 4 человека. Здравствуйте, Эдуард. Здравствуйте, Маргарита. Здравствуйте. Слушайте, а вы тоже мой мерч, что ли, купили? Я вижу то, что там ещё и Валерончик тоже мерч купил. Сосед мой прошлый. Ага. Мерч, значит, купили. Ну, слушайте, я вижу то, что у вас здесь и даже ночью много посидили. Сейчас я посмотрю, сколько вы заработали. 46 золотых монет за 3 дня. Я уже даже боюсь столько бабла носить. Вот смотрите, сколько у меня бабла. Здесь у меня... Вот так. 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 Ещё, ещё полтора раз. Так. Я боюсь... Да это я... Да это я... Может мне в следующей серии машину купить? Слушайте, ну всё, всё хорошо у вас. Я вижу то, что... Ой. Пистолет-то надо спрятать. Почему ты себя кругом... Это если что мелко. Это белый. Это игрушечный, водяной. Эдуард, а вы нашли мне помощника? Да, 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 да. Искал, искал, долго нашёл. Иск... Да, будет у вас скоро помощник. Скоро будет. Вот, вот. Да. Вот завтра должен выйти на работу. Ну, через денька так 2-3... Так, когда? Ну, где-то через неделю. 4, ну, 8, 2 дня, месяц. Ну, короче, полгода, ну, где-то, вот, из больницы выпишется через 2 года. Там у него, вот, в коме лежит аппендицит. Вот это. Через годика в 5... Ага. Скоро будет, скоро будет. Ну, хорошо, я ожидаю. Давайте только быстрее. Я забыл найти ей помощника. Вот, просто она жаловалась, что ей тут сложно работать. Надо повара найти. Вот, поэтому... Скоро будет, скоро будет. Так, бабки я забрал. Всё, всё, хорошо. Подожди, подожди, мелкий. Я спрошу там отзывы у них. Валерончик, бабзин, Людмила, рекламщица вот этого с агентства Кенгуру. Сколько лет, сколько зимы с вами не виделись. Как еда вам? Рассказывайте. Я надеюсь, что всё нравится. Валерончик, бургер как? Ой, как вкусно. Спасибо, спасибо, бабзин. Ммм, вкусно как. Вкусно, как будто у бабушки дома. Очень сладенько, прощай, фигура. Моё почтение вам. Я рад, что вот это вам нравится. После того, как закончите жрать, не забудьте заплатить Маргарите Степановой. Всё. Приятного аппетита, там. Приятного гастрита, приятного аппендицита и вот это всё, да. Угу, угу. Чё там ещё желают приятного, не знаю. Пошли, пошли, мелкий, пошли. Сейчас нужно как можно быстрее топать домой, потому что... Ну, вы посмотрите на мой инвентарь. Мне как-то немножко даже стремновато стало в эту же секунду, как только я начал в инвентаре носить примерно 8 стаков золотых монет. Мелкий, мы сегодня за серию заработали 2 стака. 2 стака. Скоро я осуществлю свою мечту, которую давно хочу осуществить. Подожди, подожди, подожди. Салам алейкум, салам алейкум. Всем привет. Ладно, мелкий, ты пока здесь развлекайся, я пойду на балкончик. Подышу свежим воздухом. Давай, к себе на этаж, да? А я пока... А я пока свой секретный сундук, про который никто на этой планете не знает. Вот видите? За вывеской ЖК Березка. По писяка мелкая, хочется спалить, что я здесь делаю. Так, ладно, давайте быстро. Тыкаем сюда. Постар, 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 постар. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Почти 8 стака золотых монет. Да еще, еще 2 стака я вот такую же квартиру еще одну смогу купить. А может мне потом в будущем там себе вертолетную площадку на крыше построить? И может, короче, планов просто до жопы. Ну, в смысле, вот-вот, до сюда, вот там, вот-вот, да. Мелкий! Ты там ничего не видел случайно запретного? Вид... Видел? В смысле... Не показалось ли кто-то... Вот это... Эти почтальоны машину-то... А, он чуть сознание потерял! Ну, конечно, в столб врезаться! Мистер! Мистер! Мы-то... Там все нормально! Так, подожди, подожди. Сейчас мы протестим твой пистолетик, как он работает. Он с патронами? С патронами? Ага, сейчас. Мне кажется, он от выстрела 100% проснется. Мистер! Давай еще раз. Подъем! Здравствуйте, вам тут письмо! Тут, тут, письмо тут! Так будет сразу. Давайте, заходите, проходите. Вам письмо тут. Ты мне письмо на второй этаж добросить хочешь? Вот это, обкурышь. Забирайте. Ты, как человек человечный, возьми, поднимись на второй этаж по лестнице, постучи в дверь и отдай мне письмо. Ты что делаешь, наркоман? Зачем люди лестницу придумали? А, точно! Ну, да, давай! Ой, боже, мелкий... Спасибо, ядрик колотит, то, что со второго этажа я только что столкнул. А ты с таз... В этой жизни все не по плану идет. Почтален, подождите, вы в дом зашли, дома никого нет. Саламалейкум. Мы здесь. Просто по писякам мелко с окна столкнуло. Так, давайте письмо. От кого там письмо? Спасибо большое. До свидания. Видание до. Ага. Так. Письмо для Э. Перец. Как официально, как официально. Здравствуйте. В срочном порядке. Я, директор школы номер 69, Владимир Пердосович. Неплохая фамилия. Прошу явиться вашего сына и вас на закрытой встрече в моем кабинете. Речь пойдет о подчислении из школы. Допрыгался, сатана мелкая, да? Допрыгался! Неявка на данное мероприятие последует мгновенному отчислению мелкого из учебного заведения. 2 ноября 2019 год. Владимир Пердосович. Спрятался, да? Ты думаешь, я тебя там не вижу на шкафу? Слезай оттуда. Слезай, демоненок мелкий. Слезай, чертенок. Хуже сатаны, ей бог. Слезай, да... Слезь. Слезь. Давай, давай. Вот это тебе надо было. Ты вот этого добивался, чтобы тебя из школы, да, числи? А, да! Так, вот это Пикачу. Вот это твой Пикачу. Я сейчас пойду, отдам... Кому бы можно отдать Пикачу в этом городе? Вот этих два твои ножа отдать. И пистолет твой отдать. Вот это все остальное отдать. Пошли, пошли. Второй раз. Научишься когда-то не в окно выходить, а через дверь. Я так и понял. Пикачу в этом городе? Я так и понял. 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 Продолжение следует...